Ноябрьск 24 продолжает свою работу. Прямо сейчас о главных темах четверга. Хотела стать красивой. Жительница Ноябрьска пытается вернуть деньги за неудачный татуаж. Отдых в Сочи под вопросом. Власти черноморского курорта ужесточили требования к туристам. И вместо дома культуры таунхаусы в Ноябрьске демонтируют ДК «Рассвет». На Ямале впервые, начиная с марта, число подтвержденных за сутки диагнозов COVID-19 превысило 4 десятка. По данным окружного Роспотребнадзора, выявлен 41 заболевшие, 10 из них – вахтовые работники. Всего в регионе в тяжелом состоянии находится 24 пациента с диагнозом COVID-19. Краснодарский край ужесточает условия въезда для туристов. Такое решение приняли власти Кубани из-за резкого роста числа заболевших COVID-19. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона. Так, с 1 июля при заселении в отели, пансионаты и санатории понадобятся отрицательные ПЦР-тесты или сертификаты прохождения вакцинации. С 1 августа эту меру ужесточат. Курорты закроют для непривитых туристов. Заселиться в отели и санатории смогут только те, у кого есть сертификаты о вакцинации или медицинские противопоказания. Тем временем Всемирная организация здравоохранения признала, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Дети переносят COVID-19 в более легкой форме, поэтому если они не входят в группу риска, то вакцинировать в срочном порядке их не надо, отмечено в рекомендациях. Оценивая влияние пандемии на здоровье подростков, эксперты ВОЗ пришли к выводам. Почти треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имеют избыточный вес, который появился из-за закрытия школ и ограничения активности. На месте бывшего дома культуры «Рассвет» в Ноябрьске построят двухэтажные таунхаусы. Рабочие уже сносят конструкции бывшего дворца культуры. В 2017 году городские власти продали здание в частные руки. А после нескольких пожаров в 2019-м оно стало непригодно к эксплуатации. Как рассказали в компании, которая приобрела «Рассвет», на участке уже изменили целевое назначение земли и перевели ее в категорию земель под строительство. На месте ДК планируют построить двухэтажные таунхаусы. Компания уже разрабатывает проект. Завершить стройку собираются через пару лет. В Ноябрьске у пешеходного фонтана убрали арт-объект. Композиция с признанием любви к городу пропала в четверг. Как рассказали в мэрии, арт-объект с пешеходного фонтана пришлось забрать на восстановление. Композиция «Я люблю Ноябрьск» нуждается в реставрации. Сердце не раз подвергалось нападкам любителей рисования. Кроме того, с элемента начал слезать верхний слой. После реставрации арт-объект вернут на прежнее место. Однако сроки восстановительных работ не обозначены. Тем временем жители города обратили внимание на памятник мать и дитя, с основания которого отваливается облицовка. Памятник отреставрировали год назад. Работы выполнила компания «Арстрейд». На территории обустроили пешеходные дорожки и резиновое покрытие игровых зон. Реконструировали основание памятника и заасфальтировали парковку. Стойкий макияж или татуаж – услуга, которая с каждым годом становится все популярнее. И Ноябрьск не исключение. Число мастеров, предлагающих такую услугу, увеличивается. Но растет и число недовольных результатом клиентов. Кто контролирует этот вид бизнеса и кто должен наводить порядок в мире красоты, пыталась выяснить наша съемочная группа. Пришла к подруге, она говорит, а у тебя брови неровные. Я говорю, как неровные? Она говорит, подожди, посмотри на меня ровно. Я на нее смотрю, она говорит, у тебя одна бровь ниже, другая выше. Хотела навести красоту, а получила еще один повод для беспокойства. Чуть больше месяца назад Ольга обратилась к мастеру по перманентному макияжу и сделала пудровое напыление бровей. Сама процедура у девушки вопросов не вызвала, а вот результат огорчил. Левая бровь расположилась ниже правой. С вопросами, почему так, Ольга сначала обратилась к своему мастеру. На что меня осыпали критикой? Что у меня разные глаза, что у меня асимметричное лицо, что они делали по моей асимметрии, что это так и положено. А изначально, когда мы разговаривали, мне сказали, что есть противопоказания, это беременность, и что я исправляю вам асимметрию, которая у вас присутствует. Поэтому, конечно, я и согласилась сделать такую процедуру. Асимметрия есть, видно одна бровь выше, буквально там, ну, миллиметра может быть, но вот так визуально ее видно. На консультации у другого мастера горожанки подтвердили, пигмент нанесен неровно. Да и сама форма бровей подобрана не совсем удачно. Правда, поскольку Ольга посетила лишь одну процедуру и не пошла на коррекцию, цвет получился не таким насыщенным, каким мог бы быть. В этой ситуации либо мы подкрашиваем бровки уже самостоятельно дома, либо, допустим, я бы, конечно, посоветовала удалить лазером, либо ремовером и сделать красивые брови, правильные брови. В ситуации, когда к одним мастерам приходят, чтобы исправить работу других, нередки жительницы Ноябрьска часто обсуждают это в социальных сетях. Чтобы стать мастером перманентного макияжа, достаточно всего лишь закончить курсы. Несколько дней, несколько десятков тысяч рублей и диплом на руках. Долгое время законодатели спорили, нужно ли мастерам медицинское образование, но в итоге отнесли татуаж к бытовым услугам. Контроль за ними – ответственность Роспотребнадзора, и мастера должны подчиняться санитарным правилам. Они с января 2021-го несколько изменились. Новым стандартам должны подчиняться и парикмахерские, и салоны красоты, организованные в форме индивидуального предпринимательства, а также в форме юридического лица и самозанятые граждане. Так, перед началом работы представителям этой сферы нужно заполнить анкету и уведомить Роспотребнадзор. Прописаны также требования к размещению кабинета или салона, дезинфекции оборудования и уборки. Также каждый мастер должен заключить договор с лабораторией и дважды в год подтверждать безопасность своей деятельности. Как правило, при проведении производственного контроля оцениваются микроклиматические параметры. Это температура, влажность в теплый и холодный период года, надлежащая стерилизация оборудования два раза в год, контроль исправности оборудования также два раза в год. Все эти услуги платные, то есть предприниматели должны, юридические лица, самозанятые, уделять большое внимание этому вопросу. Однако по правилам работают единицы. Большинство мастеров никак не регистрируют свою деятельность. Кабинеты оборудуют в офисе или квартире, реклама через соцсети, оплата переводом на карту. И в таких случаях хоть как-то подстраховаться от плачевного результата поможет только сознательность самой клиентки. Очень многие же идут на рекламу по акциям. Когда мастер только-только отучился, девочка пошла, сделала, и потом она разочарована. А это, извините, татуировка на лице, да? Ну и потом уже ее выводить только лазером. Там же тоже и колористика, и смешение всех этих пигментов, качество пигментов. Пигменты тоже проходят сертификацию. То есть очень-очень много аспектов. Поэтому нужно смотреть отзывы, нужно смотреть на портфолио мастеров и общаться между собой как-то прежде, чем пойти и выбрать мастера. Чем больше доказательной базы у вас будет, тем вам будет проще. Поэтому всегда берите документы, чеки, собирайте претензии, пишите какие-нибудь, фиксируйте какие-то моменты, были, не были. Просто элементарно сфотографируйте. Это свидетельские показания, которые вы можете привлекать. Не найдя понимания со своим мастером, Ольга решила действовать в правовом поле. У нее сохранился товарный чек, который она взяла в салоне. Вместе с юристом она составила претензию с просьбой вернуть деньги за услугу и отвезла ее в салон, где сделала процедуру. Свою ошибку бьюти-специалист не признала, но бумагу на рассмотрение приняла. А подскажите, пожалуйста, когда она приходила, то вы ее не предупреждали, что будет асимметрично? Если вы говорите, что это как бы... Да, все все предупреждают. Вы сказали, что убираете асимметрию. Асимметрию никто не убирает. Ну как это? То есть вы лучше... У вас, в принципе, даже не заметна эта асимметрия. Ну, это такой результат, как у вас, уже сколько добиваются. Письменная претензия – это своего рода попытка договориться мирно, если мастер отказывается или не отвечает, дорога в суд. Такие процессы, когда приходится доказывать, что услуга оказана некачественно, всегда длятся долго и связаны с экспертизами, документами и привлечением свидетелей. Но Ольга готова идти до конца и намерена потребовать не только возврата средств за татуаж, но и компенсации тех денег, что она потратит на исправление ошибки. Евгения Демина, Александр Иванов, Александр Паханов. 29 кошек в одном из домов на улице Школьной соседи жалуются на любителя домашних животных. Сначала кошек было несколько, сейчас уже три десятка. Тему продолжит Юлия Левачева. Следы на потолке – подтеки на трубах. Для семьи Алены Поповой очередной поход в ванну закончился неприятным сюрпризом. Наверху у соседа 30 кошек. И вот последствия. Когда переехали сюда в 2019 году, мы, конечно, не знали об этом. У нас начался просто шум. Ну, то есть сверху начался шум. Потом соседи начали говорить, что у него, кто говорил, 10, 18 кошек. Ну и весной мы узнали, что уже 30 их штук. Мало того, что этот шум. Ну, вызывали, конечно, полицию, писала заявление. Ну, это все безрезультатно. Участковая администрация, Роспотребнадзор, куда только не обращались. С соседам тоже говорили. Не помогло. Он просто помолчит. Головой покивает, что он согласен. Ну и на этом все как бы. Пусть ему оставят, раз он такой любитель, там, 3-4 этих кошки. Ну, не 30 же штук. Просто потому, что страдаем мы, страдает у нас маленький ребенок из-за этого, из-за всего. В квартире с кошками хозяина не оказалось. А вот сами соседи поделились. Одни жалуются на запах в подъезде и готовы подписать любые петиции, лишь бы от него избавиться. Другим соседство с мурлыкающими не мешает. Ухаживает. Ну, то, что соседи, может быть, немножко... Ну, вы знаете, возможно, что ума чай протекает. Он же на работе целый день. Вот, так что, возможно, пусть поменяется квартирами. 30 кошек – это еще не предел, рассказывает куратор фонда помощи животным Оксана Слесарева. В их практике хвостатых было и 45, и 50. О квартире на школьной узнали в марте. Животных стерилизовали, сделали генеральную уборку. Сейчас возьмутся за ремонт. Учитывая, что хозяин с ограниченными возможностями, и там полы во всех комнатах, они голые. Вот, и поэтому, да, вот, что касаемо санитарных условий, то и слышимость есть, и возможны протечки. В социальных сетях отозвалась инициативная группа людей неравнодушных, которые готовы также помочь. Вот эти все животные – это, ну, все, что у него есть. И вот они плодились, и вот он как мог и содержал их, и кормил, и ему очень сложно сейчас, вот даже мы ведем эти все переговоры, вот, и хотим пристраивать, и, ну, ему сложно расставаться с ними. Тем, кто хочет помочь с ремонтом, нужно написать представителям фонда ВКонтакте. В квартире застелят полы, для кошек выделят специальную зону. Жить и хозяину, и соседям точно станет комфортнее. Юлия Левачева, Виталий Киргинцев, Ноябрьск, 24. Счетная палата Ямала подвела итоги за 2020 год. Ведомство контролирует эффективность использования бюджетных средств. Проверками охватили более 500 объектов. По их итогам направлено 60 представлений. Большая часть из них уже исполнена. В бюджет удалось вернуть больше 80 миллионов рублей. В сельскохозяйственном комплексе Ноябрьский станут выращивать овощи и зелень круглый год. На новый режим работы аграрии переходят благодаря новому оборудованию. Его уже приобрели. Специальные лампы будут компенсировать нехватку света зимой. До этого года мы выращивали зелень круглогодичную. Это в частности был зеленый лук на перо, который выращивается. То с этого года мы планируем зелень и томаты и огурцы выращивать круглогодично. Светильники к нам поступили. Они были приобретены в рамках преференции. В 2020 году выдана администрация города Ноябрьска. И введены в эксплуатацию в январе этого года. В этом году в торговых точках появится и картофель местного производства. Его снова высадили в сельхозкомплексе. В 2020 это делали в пробном варианте. В северных условиях культура хорошо прижилась. А потому высадку решили повторить. Засеяли 800 квадратов. Сорт был приобретен скороспелый Red Scarlet. И срок созревания примерно 70 дней. Мы рассчитываем, что к концу августа, сентября и она появится на прилавках нашего города. В городе нет двух одинаковых клумб. Посадка цветов на главных аллеях Ноябрьска в самом разгаре. Питуньи, бархат и ромашки. Цветочные композиции создают из более чем 20 видов. Озеленители работают по утвержденным эскизам, которые не повторяются. Цветочный узор выкладывают из саженцев однолетних и многолетних растений. Отсветшие летние сменят более поздние сорта. Таким образом, до конца сентября полисадники будут пестреть цветами. Разрабатываем эскиз, чтобы не повторялись, чтобы в разных частях города были разные цветники, не похожи друг на друга. Ассортимент, конечно, перекликается между собой, но эскиз различается. До конца июня в городе высадят больше 100 тысяч цветов. Садоводы планируют также посадить луковицы тюльпанов и нарциссов. Впервые в Ноябрьске следующей весной при благоприятном исходе взойдут первые ростки. Эксперты рассказали, кем хотят подработать россияне летом. Среди предпочтений на первом месте курьер. Затем маркетолог, преподаватель, водитель, строитель, компьютерный мастер и официант. Если говорить о том, какой прибавки к бюджету ждут россияне от подработки, то около трети хотят увеличить свой доход минимум в два раза. Каждый шестой планирует получать прибавку в половину своей зарплаты. В целом, заработка на основной работе не хватает больше половины опрошенных – 60%. Ямальцев просит воздержаться от поездок в Ямальский район вплоть до конца июня. В ближайшую неделю там ожидают падение частей ракеты. «Союз-2» должны запустить в эти дни с космодрома Плесецк. По примерным расчетам, отделяющиеся части ракетоносителя должны упасть между селом Ерсале и факторией Порцияха, а также Панаевском и факторией Хадат-Яха. В случае внештатной ситуации ямальцев даже просят звонить в экстренные службы. Еще больше новостей на сайте ноябрьской24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. Продолжение следует...